Открывая встречу, секретарь общественной палаты Гули Кичиба отметила, что комиссия в течение года планировала обсудить проблемы и перспективы развития спорта и молодежной политики в республике. Однако провести заседание удалось лишь сейчас. Я хочу сказать, что я сама из семи спортсменов. Я горжусь тем, что каждый год турнир в память моего сына проводится вами. Это тоже для меня очень много значит, потому что он тоже был рекордсменом в области тенниса и молодое поколение в этом направлении сейчас очень большие результаты показывает. Для любого государства вопрос молодежной политики и спорта это одна из самых важных задач в стране. Это будущее страны, это здоровье нации, как говорится. Тем более мы видим и средств массовой информации, что наши ребята показывают хорошие результаты в разных видах спорта. Это и теннис, вот здесь Гуля Михайловна сказала, и бокс. Сейчас не буду все виды спорта перечислять. Это отрадно, это нас, конечно же, не может не радовать. И спасибо ребятам, что они показывают результаты, спасибо их родителям, что они помогают рядом стоять с ними. Спорт позволяет рассказать и заявить о себе, о своем государстве, о принадлежности к нему. Достижения абхазских спортсменов не могут не радовать. Ежегодно число людей, занимающихся спортом в республике, растет. Так, в 2023 году было проведено более 200 спортивных мероприятий. 85 из них на территории Абхазии, а остальные в Российской Федерации. А по молодежной политике 29 мероприятий. Проблем, с которыми сталкивается Госкомитет по делам молодежи и спорту, немало. Одна из наиболее важных вопрос инфраструктуры – не хватает помещений. Сегодня в республике около 80 спортивных сооружений. Большая часть из них не функционирует. А в ведении Госкомитета из этого числа лишь около 7. Это спортбаза «Ишера», вы знаете, в каком она состоянии. Это база, грибная база в Гальском районе. Это республиканский стадион в городе Сухум. Это теннисная школа, еще один теннисный корт. И рядом с Суичем у нас есть спортивный зал, который был, ну, с Гореша, вы знаете, тоже он не функционирует. И территория «Ишера», которая у нас футбольный стадион. То есть, грубо говоря, в ведении Госкомитета, который проводит в большей степени спортивные мероприятия, мы имеем маленькое количество спортивных объектов. Если мы проводим мероприятия, то мы проводим мероприятия, в ведении которых являются Министерством образования. Мы за это платим аренду и проводим там спортивные наши все мероприятия. На мой взгляд, это неправильно. Если есть возможность об этом поговорить, я хотел бы на эту тему тоже отдельно поговорить. Тарас Хагба рассказал и об итогах поездки в Москву. В результате состоявшейся с руководством Минспорта России встречи появилась возможность заявить об Абхазии на международной арене. Это получается игры БРИКС. Вы знаете, какие державы международные принимают в этом участие. То есть, у наших спортсменов будет возможность конкурировать с ведущими спортивными державами. Для нас это дорогого стоит. В том числе игры Дружб, которые, в принципе, как и функционеры спортивные говорят, это аналог Олимпиады. Вы знаете, лучше меня, особенно старшее поколение, какая у нас спортивная держава. Какие у нас великие соотечественники, которые становились и призерами Олимпиады, плюс становились чемпионами в этой области. Есть еще и мастера спорта международного класса, есть мастера спорта СССР. Но это все было тогда, когда спорт был бесплатный, инфраструктура была на хорошем уровне и конкуренция была на высоком уровне. Сегодня этого всего, вы знаете, можно сказать, почти нет. На сегодняшний день в республике 14 тысяч спортсменов. И при всем желании Госкомитет не может уделить должного внимания всем. Тарас Хагба и его заместители подробно рассказали об итогах работы и первоочередных проблемах, которые необходимо решить. В уходящем году по всем направлениям спорта из резервного фонда президента было выделено более 9 миллионов рублей, сообщил советник президента по спорту Ахра Ашуба. В плане развития нашей отрасли нам активно помогает лично президент Асланом Георгиевичем. Из резервного фонда было выделено немало средств на поддержку и развитие отрасли спорта в нашей стране. Благодаря этому было много сделано в этом направлении. Помимо решения технических вопросов было проведено много соревнований и турниров. И мы можем сказать, что во многом благодаря поддержке президента физкультура и спорт в Абхазии находятся на значительно высоком уровне. И за последнее время были показаны очень хорошие результаты не только в нашей республике, но и за ее пределами. Безусловно, спорт играет важную роль в борьбе с вредными привычками и зависимостью. Спортивная активность помогает сосредоточиться на здоровом образе жизни. По мнению участников встречи, необходимо развивать и поддерживать спортивные программы и направления в обществе, чтобы содействовать более здоровой и благополучной жизни для всех. В основном встреча проходила в форме диалога. Были затронуты актуальные темы. Кроме детской и юношной спортивной школы, для молодежи города Гудаута, где, допустим, вышли из школы, так скажем, да, студенты, там, те, которые уже работают где-то, у них нету где тренироваться, зал бокса нету. Потому что я хочу задать, вот вы с ними проводите какую-то политику в этом направлении, хотя бы территорию, земельные участки, определить, где на будущее можно за какие-то привлеченные ресурсы. Ну, в Гудауте до сегодня, по сей день, вот депутаты, когда избираются, очень хорошо говорят об этих проблемах, как мы спортсменам будем помогать. Что-то я не вижу нигде, что какое-то выделение земли было для спортивного. Решера, дело в том, что когда-то здесь, ну, это все знают, вот к тому, что вы говорили за это, что привлечь сюда таких выдающихся спортсменов, скажем, и даже из России и так далее, или же создать условия, чтобы и наши спортсмены, и спортсмены соседних государств дружественных к нам, там мы проходили какую-то подготовку. Вот я ранее сказал, мы сделали документы соответствующие. Общее количество гектаров, я вам тоже скажу, 31 гектар на сегодняшний день, 31. 8 из них, если не ошибаюсь, в 2018 году было передано в оперативное управление госком имущества на строительство медицинского учреждения. До сегодняшнего дня этого учреждения пока нет, но ведутся переговоры. Вопросы развития данной площадки большой спортбазы обсуждается на уровне президента, то есть он под своим контролем держит этот вопрос. Мы со своей стороны тоже говорим, что мы думаем по этому поводу. Построить, взять на абхазские деньги, на средства государства нашего, спортивный объект такого большого комплекса, мы не можем. Мы, до меня, которые предшественники были, работали в госкомитете, встречались, разговаривали с министром спорта, с функционерами спортивной федерации в России. Они тоже не заинтересованы в этом дело. Почему? Потому что по Краснодарскому краю наподобие таких объектов около шести семей, и они не заполняются. Участники заседания отметили, что готовы встречаться и обсуждать насущные проблемы и пути выхода из сложных ситуаций. В преддверии Нового года женщинам общественной палаты были вручены цветы от госкомспорта.